Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сейчас хочу показать вам свои покупки декоративной косметики за сентябрь. Начну я с больших таких баночек, скажем так, самых больших. Это две пудры. Одна из них идет как пудра мозаика от бренда Luxe Visage. Вот, да, как раз таки. Тон второй. Там всего было три тона. Первый он такой бежевый, второй розоватый, и третий он, знаете, прям такой бронзовый. Я решила взять второй, посмотрела отзывы. Все использовали на лицо полностью, на все лицо. Я планировала использовать как румяна, но в итоге что-то пошло не так. Снизу есть зеркало. Пуховка, знаете, просто самая худшая из всех, что может быть. Она прям, знаете, так вмятина в ней остается. И вообще по ощущениям, как будто у вас пузырьки лопаются под пальцами. В общем, ну, гадость гадостная. Что бы был, называется. Сама пудра, не скажу, что произвела хорошее впечатление на меня. Она вроде, знаете, такая нежная и все такое, но где фокус? В общем, румяны не задались вообще никак. Это, скорее всего, просто обычная пудра, которая причем может подчеркнуть структуру кожи. Она вот прям, знаете, везде так западает. Если есть какие-то шелушинки, она вряд ли подойдет. Но я ее использую в ближайшие дни. И вам отзыв в прикрепленном сообщении оставлю под этим видео обязательно. И, ну, видимо, меня потянуло на всякие мозаики. Я решила взять то, о чем мечтала очень давно. Давайте я прям сразу отклею это все и прочитаю, что там написано хотя бы. В общем, это тоже пудра мозаика или как пудра хайлайтер, скорее, она идет, заявлено. Хайлайтер минеральный The Siam. Это Seymour вот эта как раз-таки марка. Вот, сам бренд The Siam. Что у нас? У меня первый оттенок Pink White. Срок годности 3 года. Это ладно, меня граммовка интересует, сколько здесь грамм. Почему-то не могу найти, либо просто не вижу. Ну, да ладно, в общем, хватит ее на приличное количество времени, я думаю. Очень красиво выглядит. Видела эту пудручку, хайлайтер в видео у Ковки The Cat. И, знаете, прям захотелось. Не знаю, почему, просто такая цветастая радость, просто для поднятия настроения. Я, если честно, брала кота в мешки, я нигде не сводчила, но результат, в принципе, мне понравился. Можно, наверное, как-то и по отдельности их брать. Но, если честно, разницы нет. Вот я просто отдельно зеленый тронула, вот он, а вот я смешала. И разницы я совершенно не вижу, поэтому не знаю, куда одевается вот именно сам пигмент. Насчет пудрочки. А нет, смотрите, все-таки разницы есть в жизни, но на видео разницы практически нет. Здесь просто плотнее оттенок. Он розовее, вот этот более нейтральный, что ли. Ну, в общем, как хайлайтер, я думаю, зайдет. Но я не использую хайлайтер на лицо. У меня именно в уголок глаза подойдет. И, наверное, надо верхней губой галочку подчеркнуть. Ну, просто вот для коллекции захотелось мне. Цена, кстати, вот этой пудры в районе 300 рублей. Я точно цену уже не скажу, потому что делала заказ, и уже давно у меня это все лежит. Не доходили руки все в сентябре, чтобы это все отснять. И вот эта пудра, она дорогая, она стоит что-то под 1000 рублей. Я раскошелилась, так сказать, но очень уж давно она у меня в корзине висела. И поэтому решила все-таки взять. Дальше покажу вот эту тушь. Брала ее в магнит косметик. Цена была что-то прям смешная. В районе 150 рублей, 130, наверное, даже. Это римль. У меня была такая тушь. Единственное, я не помню, у нее силиконовая или, ну, такая фибровая щеточка. Давненько она у меня была, но помню, что она мне понравилась. Это идет удлиняющая. Возможно, у них именно в такой упаковке несколько видов, тоже как вариант. Не знаю, может, взяла кота в мешке, так сказать. Показалось, что я ее когда-то пробовала, но пусть будет. Туши всегда нужны. Я без туши вообще не могу, поэтому, ну, попробуем. Тем более цена такая, знаете, бюджетная и доступная. В Ашане увидела я вот такой карандаш. Финель привлек меня именно оттенок. Карандаши лежали именно вот так, в стаканчике стояли. Я увидела вот этот сиреневый оттенок, красивый. Стоил карандаш что-то в районе 40 рублей. Он очень длинный. Здесь есть прям точилка в наборе. И мне интересно, что же я приобрела за 40 рублей. Дорогого мне стоило не открыть раньше времени этот карандаш. А, кажется, спаковать прям с вами. Мне прям очень интересно. Смотрела я обзоры на косметику из Ашана. По-моему, у Наталины с Андреем Петровым. Еще у многих. Там, кто как называет. Спасибо, что живой. И так далее. Вот эти все рубрики. Я не, в принципе, прикалываю. Там косметику с Сейчин Дэмс, Глори Джинс тестили. Это же у нас идет с Ашана деревянный грифель. И сам оттенок. Оттенок холодный, красивый. Знаете, такой реально сиреневый. Сиренево-сливовый, наверное, даже. И вроде как не крошится ничего. Будем тестить на губках. Мне пока, в принципе, нравится за 40 рублей-то. Финель это такой бренд, знаете, который продается постоянно в каких-нибудь переходах. Но и во многих интернет-магазинах он есть. Таких, знаете, оптовых. Поэтому не думаю, что что-то плохое. Так, дальше тенюшки. Я купила лишь одни, три я остальные принесла так, чтобы показать именно разновидности оттенков. В Magnet Cosmetic в районе 300 рублей с хорошей скидкой стоили вот эти тенюшки Color Tattoo от Maybelline. Взяла повторный оттенок 91 Cream de Rose. Он у меня уже есть. Он в таком непрезентабельном виде. Ему уже, ну, прилично так лет. Ну, два года точно, наверное. У меня тут уже дырочка образовалась. И они подсохли, поэтому я взяла новенькие. Это очень плотные бежево-розовые тени, которые отлично подходят в качестве базы. На видео смотрится как-то рыжеватым. На самом деле это розово-бежевые тенюшки. Перекрывают все венки. Хорошо лежат абсолютно любые тени на этих кремовых тенюшках. И поэтому я их обожаю. У меня есть еще оттенок любимый. Это 65 Pink Gold. Его я использую в качестве базы для каких-либо блестящих теней. Здесь, ну, как бы он у меня относительно новый по сравнению с 91. Сейчас я его разотру. Тоже подсыхает, но я их смешиваю с Аквасилом от Революша. Вот, тоже розовый оттенок. Реально розовое золото. Он уже не такой плотный, как 91. 91 реально очень круто все венки скрывает. И века прям такой, знаете, чистый холст, на котором можно творить. Здесь чуть-чуть все-таки есть просветы. Но, опять-таки, очень хорошо на них лежат любые тени. И с учетом того, что вы наносите в качестве подложки 65 оттенок, а потом еще какие-то тени, то, в принципе, тоже все перекрывается. Оттенок, который я не могу вам посоветовать. Это 87 Move Crush. Он очень красивый, голубой, с сиреневым отливом. Как же я была рада, когда его купила. И как же я расстроилась, когда я все-таки его использовала. Я его использовала 2 или 3 раза всего лишь. Что мне не понравилось? Он плешивит. Он реально плешивит на веках очень сильно. Не знаю, как здесь будет. Кстати, на камере еще выглядит действительно хорошо. Как будто голубой с сиреневым. Такой дуохромчик. Но на веках все это плешиво. Оттенок полупрозрачный. Самый прозрачный из трех. Он... В общем, я его использую как базу под оттенок. Из палетки iMagic с AliExpress. Которую я довольно-таки сильно полюбила в последнее время. Но все равно расстройство. Соло его использовать вообще нереально. Я просто думала, что он такой красивый. Его даже жалко перекрывать чем-то сверху. Но его нужно перекрывать чем-то сверху. Потому что, ну, реально пигмент неравномерный. И вообще выглядит века очень странно, если наносить его соло, а не в качестве подложки. Скажем так. Я, наверное, стирать не буду. Ладно, буду такой, знаете, немножечко побитый розово-синий. Купила я, докупила 504-й оттенок из линейки Pin Up от Luxe Visage. Очень люблю эти помады. Они напоминают мне по качеству Фуберлик Бархатный Сезон, мою любимую. Единственное, здесь, ну, супер дешевая упаковка. Знаете, такая прям пластик-пластик самый дешевый. Здесь линейка именно по именам. Я ее реально обожаю. У меня вот эти два оттенка уже были. Это 520-й Alex. Это, знаете, мои любимые тропнички. Кому нравятся сиренево-серовые, бежево-серые помады, то могу посоветовать. Это у нас 520. 522, он, знаете, более такой розоватый. Вот этот с такой серо-сиреневый реально, серо-сиренево-коричневый. А это бежево-розово-серый. Более носибельный, вот этот более трубничок. Губы, знаете, даже фиолетовым немножечко отдает, когда вы им красите. И докупила 504-й Сара или Кара. Я не знаю, я очень его хотела. Это, наверное, самый носибельный. Я не знаю, когда я успела его ширыкнуть так, потому что использовала всего один раз. Это самый носибельный, он уже не выглядит таким трупным. Вот здесь серинка намного больше в 522, чем в 504. Это уже такой симпатичный розово-бежевый нюд. Мне прям нравится. Помады не отпечатываются. Если у вас, допустим, волосы на губы попадают, у вас эта помада не начинает путешествовать по лицу, поэтому я ее люблю. Она не сушит губы, при этом выглядит полуматовой, ложится тонко, ею легко прорисовать контур, она вообще никак не растекается, и поэтому, ну, обожаю достойные помады. Стоят они до 200 рублей. По-моему, ну, 180 у них в улыбке радуги. Цена, по-моему, стоит. Вот. Я купила еще что-то дешевле, прям совсем дешево. Рублей 150, наверное, они мне обошлись. Вот. Такие были у меня покупки. Я решила не копить, а делать вот такие маленькие видео, чтобы своевременно все выкладывать, а не как я коплю, а потом на 40 минут видео выкладываю, которые просто влом большинству людей смотреть. Вот. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь своими фаворитами в декоративной косметике, своими покупками, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok